Приветствую вас! Вы знаете, на самом деле на ваш вопрос как бы уже ответил мой коллега, и, наверное, нет смысла повторять то, что он сказал, я бы хотел с немножечко другой стороны посмотреть на ситуацию, которую вы описываете. И первое, о чем я хочу сказать, это то, что вы очень хорошо говорите, что вы участвуете в политической жизни страны. И давайте мы с вами сразу определимся, что значит участвуете в политической жизни страны. Знаете, участвовать в жизни какого-либо явления, это значит влиять на нее, это значит высказывать свое мнение так, чтобы к этому мнению прислушивались. Участвуя в политической жизни страны значит как-то регулировать ее, как-то предвосхищать ее, направлять ее. А вы же, как я понял, ну, участие в политической жизни страны сводите к просмотру ТВ и новостей. Вы знаете, я вам открою небольшой секрет и скажу, что просмотр новостей не является политической жизнью, потому что новости, которые крутятся по средствам массовой информации, это не политическая жизнь. Это очень хорошо отфильтрованные сведения, содержащие в себе элементы правды, которые, по мнению властей, должны быть опубликованы. Вот и все. Политическая жизнь страны намного шире тех сведений, которые вы получаете в процессе просмотра новостей. И даже если предположить, я хочу, чтобы мы с вами вот этот момент попытались понять достаточно четко. Даже если предположить, что вы не будете смотреть новости какие-то, если вы будете, например, читать стратегии и так далее, то все равно это не участие в политической жизни страны, это осведомленность о ней. А это все-таки же все-таки другое. И поэтому, для того, чтобы участвовать в политической жизни страны, вам нужно на нее влиять. Вот постарайтесь этот момент для себя как можно лучше понять. Вам нужно влиять на эту самую жизнь. Вам нужно именно на нее влиять, чтобы участвовать в ней, в политической жизни страны. Вы же на нее не влияете, вы только созерцаете. И созерцаете вы то, по сути дела, что вам дают созерцать. А это все-таки, это все-таки совсем не то. Это первый момент. Надеюсь, мы с вами это постараемся понять. Дальше. Значит. Ну, политическая жизнь страны. Хорошо. У любой страны есть своя жизнь. И понятно, что у любой страны есть своя политическая жизнь. Как много людей интересуется политической жизнью страны, и почему они это делают? Здесь я вам могу сказать так. Значит. Люди интересуются политической жизнью страны. Я имею ввиду политические неактивные, которые не влияют непосредственно на эту самую жизнь. Через представителей. То есть, люди выбирают представителей, выбирают кандидатов в дух, да, и через них, как бы, выражают свое мнение. В основном, эти люди занимаются своей жизнью. И не интересуются жизнью своей страны не потому, политической, я имею ввиду, не потому, что их хапа в краю. А потому, что они повлиять ни на что не могут в контексте политической жизни страны. Кроме того, что они делают голосу на выборах там и так далее. Для обычных людей, играть на которые не влияют на политическую жизнь страны, это единственный способ как-то проявить свое мнение. В остальном, эти люди занимаются своей жизнью. И тогда, и тогда, если мы с вами пришли к такому выводу, то нужно заниматься своей жизнью, то давайте спросим себя так. А почему вы стали обращать внимание на политическую жизнь страны? Опасность, негатив, хорошо. Это понятно. Но, а еще-то что? Ведь будь вы заняты, я имею ввиду, сильно заняты, хорошо заняты. Будь вы реализующиеся личностью, будь вы активны в своей сфере с человеком, у вас бы просто не оставалось сил и времени на то, чтобы смотреть новости. Но, тем не менее, время у вас есть. И я хотел бы задать вам вот этот вот каверстный вопрос. Почему вы, разобращение за звуки, почему вы уделяете этому свое внимание? Зачем вы тратите свою энергию на это? За чего вы это делаете? Понимаете, это вот то, на что человек направляет свою энергию, очень важно. Очень важно. И, вот, почему вы обращаете внимание на политическую жизнь страны? Откуда у вас время, силы и энергия? И почему бы это все не направить на что-то, что реально вам подвластно посильно и так далее? Вот на этот вопрос вам также нужно ответить. Вы можете стать политиком, вы можете идти в политике, вы можете балансироваться там, в депутаты Госдумы, если хотите. Вы можете писать статьи, записывать такие же видеоролики на Ютубе, например. Вы можете вести активную жизнь, социальную активную жизнь, общественную жизнь можете вести. Как вы будете влиять через общество на политическую жизнь страны, возможно, в какой-то степени. Но если вы этого ничего не делаете, то все вот эти знания, они по сути для вас бесполезны. Единственное, что от вас требуется, когда вы хотите поучаствовать в жизни страны, это проголосовать за наиболее симпатичного вам кандидата. Все. И ну перевариваете вы информацию какую угодно, позитивную, негативную, не перевариваете вы ее, смысл от этого не меняется. Все остается по жизни так же. Ничего не меняется. Все вот что там. Ну и подумайте, что вам дает просмотр ТВ. Что вам дает это все. Подумайте на себя. Может быть, ваш интерес это паспудное желание заниматься политикой. И тогда, быть может, нас ожидает ожидает новый активный политический деятель в вашем лице. Я сейчас говорю без сарказма. Я говорю серьезно. Может быть. А если не так, то все, что вы делаете, не имеет смысла. Абсолютно не имеет смысла. На жизнь страны вы не повлияете никак. И то, что вы делаете, это просто тратите свое время, энергию и силу впустую. Вот то, что я думаю вам можно сказать. Зачем переваривать весь негатив и что вам это дает? Тоже вопрос большой. В стране будет лучше, если вы будете реализовываться в своей сфере, которая у вас есть. В стране будет лучше, если вы будете приносить больше пользы там. В стране будет лучше, если вы будете способствовать счастью вашей семьи. Если вы будете воспитывать или задействовать становлению счастливых детей. Если вы хотите помочь своей стране, сделайте то, что зависит от вас. Любое действие направленное не на себя, а на кого-то другого, я имею ввиду вокруг вас. Это помощь стране. Гораздо более ценная, чем та, что вы ей оказываете сейчас. Вот об этом постарайтесь тоже подумать. Ну а вопрос, почему вы обращаете внимание на политическую жизнь страны столь пристально? Ну не разбирать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личную помощь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok